МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Ребята, в стране безопасности у нас есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера с этим условием вы столкнулись. Сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да! Молодцы! Хорошо, ребята, тогда сейчас самое время приступить к нашему первому испытанию. Тема нашего сегодняшнего соревнования, как и вчера, будут правила безопасного поведения с незнакомыми людьми. Итак, сегодня мы будем с вами играть в загадочное лото. Слушайте внимательно условия конкурса. Я буду вам загадывать загадку. Отгадка на вашей доске. На правильную картинку вы ставите магнит. Магнит на правильную картинку. Кто справится с заданием, быстрее получит фишку, и за правильный ответ фишка. В итоге возможность заработать за каждую загадку. Две фишки есть у вас. Я сейчас предлагаю подойти вам каждому к своей доске. Берем в руки четыре магнита. Четыре у нас будет загадки. И слушаем первую. Первую загадку слушаем и ставим на ответ магнит. Ставите именно в тот квадратик, который является отгадкой на загадку. Где упрется хвостом, станет дырка потом. Отчего может стать дырка? Не подсматриваем, а ищем. Так, Вова. И ждем Камилу. Так, стоп. Итак, у Камилы... Камила решила, что отгадкой будет вилка, а Вова решил, что это спицы. Ребят, ну в данном случае и вы ошиблись. Потому что ответом на этой загадке является шило. Дырка. От вилки не может быть дырка. Там уже если будет, то несколько. Ребят, шило, шило, такой острый предмет, который уже если воткнешь, то дырка наверняка получится. Ну, поздно уже ставить. Никто, ребятушки, в этой загадке ничего не зарабатывает. Так что будьте внимательны, слушайте внимательно следующую. Это тесный-тесный дом. Сто сестричек жмутся в нем, и любая из сестер может вспыхнуть, как костер. Молодец, Вова. Но Камилочка оказалась быстрее, и она зарабатывает две фишки, одну за правильный ответ, одну за скорость. Вова зарабатывает фишку за правильный ответ. Я уже положила. И слушаем третью загадку. Внимательны будьте. Из горячего колодца через нос водица льется. Что это за колодец такой? Камила, молодец. Вова. Читаю до трех, если не справляешься. Самовар. Камилы чайник. У Вовы самовар. Каждый по фишке за правильный ответ. А Камилочка две дополнительную, одну за скорость. Скорость. Клади Камилочку. Слушаем следующую, последнюю, ребята, загадку. Две стройные сестрицы в руках у мастерицы. Весь день ныряли в петельки. И вот он, шарф для Петеньки. Вова! Че? Ты че посматриваешь? Быстрее решайся. Шарф для Петеньки. Камила права. Это спицы. Спицы, спицами шьем, вяжем, вяжем и получается шарф. Молодец, Камила, две фишки. Вовчик, у нас не заработал. Ну ничего, у тебя будет еще возможность отыграться. Правильно? Присаживай. Считайте, сколько там вам удалось заработать? Две. Две, целых две. Шесть. Шесть у Камилы. Итак, ребят, с первым заданием вы справились. А сейчас самое время для новой встречи с нашим старым знакомым. Догадались с кем? Да. Поворачиваемся к телевизору. Ребята, здравствуйте. 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 Сегодня наша вторая встреча. Как вы помните, меня зовут дядя Виталий, и я работаю в милиции. Главная цель любого милиционера, чтобы ни со взрослыми, ни тем более с такими ребятами, как вы, в жизни не случалось неприятностей. Конечно, всего предупредить нельзя, но простые правила безопасности необходимо знать с самого маленького возраста. Тема нашего сегодняшнего разговора – как правильно общаться с незнакомцами. Это очень важно, потому что преступники очень часто используют доверчивость детей. Кстати, как вы думаете, кто для вас посторонний человек? Ребята, как вы думаете, кто посторонний человек? Камилочка, кого мы можем назвать незнакомым человеком? Тех, которых мы не знаем и впервые видим. Правильно, Камил. Вов, ты согласен с Камилой? То же самое. Хорошо, слушаем дальше дядю Виталю. Ребята, в целом правильно. Посторонний человек – это тот, кого вы не знаете так близко, как родственников или родителей. Даже соседи по дому или по даче – это посторонние для вас люди. Понятно? Да. Итак, запоминайте правила. Весьма вероятно, на вопросы по этой теме вам придется отвечать в конце сегодняшней программы и в финальной игре. Готовы? Да. Правило первое. Нельзя доверять ключи от квартиры посторонним, которые представились вашими знакомыми. Ключи от квартиры вообще никому нельзя давать, даже на время. Правило второе. Не уходите из школы сами, без родителей или с людьми, которых вы знаете только наглядно. Даже если они говорят, что их прислали за вами родители. Правило три. Если вас пытаются увести насильно, любыми способами привлекайте к себе внимание. И кричите «Это не мои родители, я их не знаю». Бейтесь, машите руками, зовите на помощь. Правило четвертое. При любом контакте с незнакомым человеком сразу звоните родителям или близким. Говорите, что с вами происходит и где вы находитесь. И еще, ребята, в жизни, конечно, надо всегда говорить правду. Но есть случаи, когда даже милиция разрешает вам врать и выдумывать. Если рядом незнакомец, делайте вид, что родители недалеко. Зовите маму, даже если она не рядом, а лучше всего папу. На сегодня это все. Я желаю вам безопасности в жизни и победы в игре. Итак, ребятушки, у меня на сегодня для вас есть еще одно финальное испытание. И для тех, кто был внимательным, ответить на эти вопросы не составит никакого труда. Ну а кто станет победителем всей нашей игры, мы узнаем в конце четвертого игрового дня. Итак, ребята, я вам буду читать утверждение. Если согласны, зеленую поднимаете. Если не согласны, красную. Договорились? Да. Слушаем внимательно. Первое утверждение. Уходить из школы без сопровождения родителей можно? Нельзя, Камилочка. Нельзя, нельзя, мои хорошие. Ни в коем случае. Одна отправляется. Он долго тоже колебался, но в итоге оказался быстрее тебя, Камил. Нельзя, нельзя уходить из школы без сопровождения родителей. Так, слушаем второе утверждение. Ключ от квартиры никому не давать? Камилочка, какой ты поднял? Может, ты уже забыла, где какая у тебя? Да, забыла. Никому не давать? Да, это хотя бы не. Будь внимательна в следующий раз. Будь внимательна, моя хорошая. Посмотри еще раз на свои картинки, запомни, карточки. Ну, еще целых два утверждения, поэтому у тебя есть возможность слушать внимательно и быстро реагировать. Если вас с собой зовет незнакомый человек, то можно спокойно с ним идти. Молодцы. Молодцы, правильно. Правильно. Одновременно или Вова чуть быстрее? Чуть быстрее, да? Да. Ну, чуть-чуть, по-моему, да. Совсем чуть-чуть, но он оказался быстрее, Камилочка. И последнее, слушайте внимательно. Когда знакомитесь с незнакомым человеком, надо сказать, как тебя зовут, номер телефона и где ты живешь. Ответили правильно, но Вова оказался быстрее. Давайте так, здесь правильный ответ я вам дам каждому по фишке, а Вове еще за скорость. Договорились? Угу. Молодцы, ребятки. Ну, запомнили, как нужно вести себя, да, по этому утверждению, по той важной информации, которую говорил дядя Виталя. Молодцы, ребят. Давайте посчитаем, сколько фишек заработали. В семь сегодня у тебя. Камила, а у тебя? В семь. Ну, вы просто молодцы. Ребята, в первый игровой день у вас было по 16 фишек, сейчас по семь. В итоге у вас в сумме, поскольку, по 23. Молодцы. Равный счет, ребят. Ну, старайтесь готовиться еще тщательнее к следующей борьбе, чтобы какой-то у нас, может быть, отрыв был. Все-таки дело к финалу, нам нужно определять победителя, кто получит главный приз. Договорились? Да. Хорошо, тогда готовимся и встречаемся завтра на этом же месте. Договорились? Да. Ребята, до свидания, до встречи в нашей стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова